И вот этот клинт вбивается усилением военной истерии, совершенно бессмысленной, совершенно необоснованной, совершенно выдуманной, потому что вся свистопляска идиотская, которая идет вокруг балтийских стран, нет никакого фактического материала, не было никаких заявлений, движений или признаков вообще каких-то направлений страны России в отношении Прибалтики. Да, но там у населения есть вопросы, считают, что вообще их чуть ли не завтра оккупируют. Если взять население и в течение года промывать ему мозги, говоря, что завтра придут русские такие-сякие и вас всех съедят, изнасилуют и вернут в рабство в Советский Союз, так население будет в это верить. Не об этом же речь идет, что думает оболваненное население, а речь идет о том, факты, фактов никаких не было. Кто ввел напряженность между балтийскими странами и Россией? Это пришло все с Запада. То, что бывший партийный активист, нынешний президент Литвы, и которая, так сказать, по документам КГБ тоже проходила, и не в качестве объекта, сегодня, сегодня, сегодня просит, помогите нам против России, это у них чистый, мелкий, мелкий, грязный расчет. Если мы будем в опасности от России, Запад нам поможет и экономически, и деньгами, и политически, укрепив наш режим, потому что народу-то дать нечего, народу-то дать нечего, сколько, насколько уменьшилось население Литвы за годы независимости? Ну, думал, что процентов на 10 миллионов. Большая страна, Литва, подумаешь, миллион ушел.